Нур-Султан и Алматы В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в Бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев, здравствуйте. Число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 32 человек. 17 в Нур-Султане и 15 в Алматы. Госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения вводит в двух столицах страны карантин с 19 марта. С этим предложением выступил глава Алматы Бахаджан Сагентаев. В городе Алматы карантин вводится с 0 часов 19 марта. Главная цель карантина в Алматы – остановить распространение инфекций. Задача – прерывать цепочку распространения инфекций путем ввода жесткого контроля внешнего периметра города и строгого режима карантина внутри города. Все подробности узнаем у нашего корреспондента в Алматы Шолпану Разбековой. Она на связи с нашей студией. Шолпан, привет. Что означает карантин для жителей этих городов? Привет, Шавкат. Это означает, что в двух главных городах ограничат въезд и выезд. Только в южной столице установят 27 блокпостов, где будут задействованы бойцы СОБРа, патрульная полиция и подразделения Минобороны и Нацгвардии. Но, несмотря на эти ограничения, чиновники установят зеленый коридор для ввоза продуктов, вернее, товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и средств защиты. Градоначальник Алматы сегодня призвал учреждения перейти на дистанционную работу. Во время карантина не будут работать детские сады, могут ограничить движение общественного транспорта. А вот рестораны и кафе будут работать только на доставке. На период карантина будет приостановлена работа детских садов, непродовольственных торговых рынков, крупных торгово-развлекательных центров и торговых домов, за исключением объектов, находящихся в них, по реализации продуктов питания и лекарственных средств. Мы будем полно и системно информировать горожан через средства массовой информации, социальные сети и мессенджеры для того, чтобы алматинцы знали требования карантина, чтобы могли заблаговременно выехать или заехать на территорию города Алматы. Шалпан, а какие еще меры предпринимает правительство в связи с введением чрезвычайного положения в стране? Власти намерены ввести запрет на штрафы при просрочках кредитов во время ЧП в Казахстане. Это касается займов не только физических, но и юридических лиц. По словам председателя агентства по регулированию финансового рынка Мадина Булкасымовой, запрещено будет начислять не только штрафы, но и пени, потому как заемщик задолжал по независимым от него обстоятельствам. Поэтому эти запреты будут касаться не только банков второго уровня, но и ломбарды, микрофинансовых организаций, но и других кредитных учреждений. Кроме этого, чиновники также намерены освободить часть бизнесменов от налога. В первую очередь это касается налога на имущество. Я предлагаю послушать министра национальной экономики Руслана Доленова. Для поддержки крупных объектов торговли, кинотеатров, театров, выставок, спортивных объектов предлагается предоставить налоговые стимулы. Какие стимулы? Это освободить от уплаты налога на имущество для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на один год. Второе, предоставить, приостановить начисление пеней по налоговой задолженности в течение одного квартала. И третье, перенести сроки налоговой отчетности, сроки подачи налоговой отчетности и расчетов на третий квартал. Шалпан, спасибо тебе, всего доброго. Последствия закрытия границ в Центральной Азии ощущают на себе рядовые граждане. Кыргызстанцы, находящиеся в Казахстане, не могут попасть на родину. Многие из них работают на рынках, продают одежду и продукты питания в связи с введенным чрезвычайным положением. Некоторые терпят убытки. Как справляются с такой ситуацией люди, выяснял Ернур Дожжанов. Идешь по одному из рынков Нур-Султана и на миг забываешь о чрезвычайном положении. Люди не спеша ходят вдоль прилавков, торгуются, разговаривают и делают покупки. О том, что в стране коронавирус, напоминают лишь медицинские маски на лицах. Закрытие границ больше всего озадачило граждан Кыргызстана, работающих в Казахстане. Все вынуждены отложить поездку на родину и пережидать. В связи с такой ситуацией теперь на родину не едем. Дома все понимают. Звонят каждый день родственники, напуганы. Спрашивают про обстановку в Казахстане. Думаю, главное не паниковать. Мы работаем в обычном режиме. Все пока нормально. Люди покупают товары. Если на продуктовых прилавках от клиентов нет отбоя, то вещевые отделы буквально опустили. Динара Кеттегаджаева приехала из Кыргызстана семь лет назад. Нур-Султане унес свой магазин. Она продает куртки, платья и другие товары. Женщина жалуется. В последние дни люди практически перестали покупать одежду. Говорит, хотела закрыть на время точку и поехать на родину. Но это пока невозможно. Раньше около ста человек заходило за покупками. Сейчас от силы 20 приходят. Где-то два раза в месяц мы ездили в Кыргызстан. Теперь не можем выехать. Граница закрыта. Дома вся родня переживает. Созваниваемся с ними по телефону. Как откроют границу, сразу поедем повидать родственников. Несмотря на всю ситуацию, предприниматели не унывают. Все поддерживают друг друга в этот трудный период и развлекают себя как могут. На рынках никакого ажиотажа не наблюдается. Правда, люди запасаются товарами впрок. Цены, по словам покупателей, даже если и подскочили, то ненамного. Муку, рис, все необходимое купили. Цена почти все та же. Если бы сильно подорожало, не купили бы. Все есть. Картофель, мясо. Цены нормальные. Все бы так и оставалось. Ничего вроде не подорожало. Все устраивает. Товары нужные нашли. Продуктов питания в достатке. Дефицита никакого не ожидается. Уверяет руководство рынка. Строгие меры безопасности также введены. Мы закупили перчатки и маски. Раздаем бесплатно всем арендаторам. У всех есть антисептические средства. Люди все так же приходят и совершают покупки. За ценами тоже следим внимательно. Сегодня стало известно, что передвижение людей, а также выезд и въезд транспортных средств в двух крупных городах Казахстана, Нурсултане и Алматы, отныне будет ограничено. Как это отразится на рядовых гражданах, пока не ясно. Юрнур Душанов, Ганнизато Спанов, Настоящее время Азия, Казахстан. Сотни таджикистанцев стоят в очередях у Каз железнодорожного вокзала в Душамбе, чтобы сдать билеты в Россию. Их стоимость возвращают не полностью, но не состоявшиеся пассажиры довольны и этим. Отмечу, в Таджикистане по официальной информации еще не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Как живет страна в эти дни, расскажет Анушер Ванарипов. Уже вторые сутки у здания железнодорожного вокзала Душамбе собираются сотни местных жителей. Россия закрывает границы, путешествие становится бессмысленным. Казы вокзала не справляются с таким потоком. Таджикистанцы недовольны. Многих ждет работа в России. Если они не приедут, на их места возьмут кого-нибудь еще, говорят люди. Ожидание в огромной очереди, в которой некоторые провели уже двое суток. И тот факт, что деньги возвращают не в полном объеме, тоже злит несостоявшихся мигрантов. С восьми вечера мы стоим в очереди прямо здесь. Смотрите, как много народа собралось. Никто ничего не объясняет. Хотим поскорее деньги получить. 200 сумм я потерял при возврате билета. Сумма питания и белья включена в стоимость билета. Это 270 сумм. Они сгорают и их не возвращают. На карантин закрыты и соседние с Таджикистаном, Узбекистан, Афганистан и Китай. Все это создает ощущение изоляции. В стране закрыли для прихожан свои двери, все мечети. В Душамбе отменены празднования Навруза. Ажиотаж на рынках, возникший из-за угрозы прихода коронавируса, вспыхнул и погас. То ли из-за того, что зараженных в Таджикистане пока так и не обнаружили, то ли из-за отсутствия у людей денег на серьезные запасы продуктов питания. Страха перед болезнью у населения нет. Жители сетуют только на то, что отменен весенний концерт. А это одно из редких доступных развлечений в столице. Всегда ходил на праздник Навруз. Раньше участвовала в праздновании Навруза и как статист, и как зритель. Это наш древний праздник, и мы каждый год праздновали. Во втором по величине городе страны Худжанди власти решили все же отпраздновать Навруз. В репетициях принимают участие 11 тысяч человек. А вот концертная площадка Навруз ГОХ, это перестроенный в 2011 году специально для ежегодного празднования Навруза, Душамбинский ипподром, сегодня пустует. Это Навруз ГОХ, главная концертная площадка страны. Здесь проходят все важные государственные мероприятия, праздники и концерты. За месяц до праздника Навруз, который отмечают в стране в 20-х числах марта, здесь должны были начаться репетиции праздничного концерта с участием тысяч студентов, школьников и преподавателей. Но из-за угрозы коронавируса все было отменено. На площадях столицы даже в будние дни сотни людей, украшенные к Наврузу искусственными деревьями и цветами дорожки, привлекают столичных жителей. Держать дистанцию или надевать медицинские маски никто не торопится. Также таджикистанцы приходят сюда, чтобы сфотографироваться с главным символом Навруза – суманак. Суманак – это пророщенная пшеница и символизирует пробуждение жизни. В этом году он состоит из семи кругов и напоминает чем-то новогоднюю елку, ведь Навруз – это тоже Новый год. Каждый из кругов украшен разным национальным орнаментом, что говорит о единстве страны в своем многообразии. Вообще символ Навруз-2020 одобрен лично президентом Таджикистана. В дополнительных мерах безопасности из-за угрозы коронавируса власти Таджикистана смысла не видят. Все рекомендации ВОЗ выполнены, и пока вирус в стране не выявили, ничего предпринимать не нужно, уверяют в Минздраве. Только рекомендуют гражданам следовать правилам личной гигиены. Ануш Ирлун Арипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Ситуацию в Таджикистане мы обсудим с главой общественной организации «ЭТМО» с Карим Джоном Йоровым. Добрый вечер, господин Йоров. Прежде всего, давайте поговорим об экономике Таджикистана. Не секрет, что львиная часть доходов – это перечисление трудовых мигрантов из России. Понятно примерно, сколько людей не смогут выехать на заработки, и какой удар понесет бюджет. Как вы думаете? В первую очередь хочу сказать, что за этот период, когда вот сейчас до мая месяца закрывают выезд в Россию, как раз начинается сезон, когда мигранты приезжают в Россию, и это около 200-300 тысяч человек. И только посчитайте элементарно, что только деньги на билет, чтобы сюда приехать, составляют в среднем, если взять 500 долларов, это получается около 100-150 миллионов долларов. И даже если половина из этих освоит местные авиакомпании, это же тоже доход Таджикистана. И плюс того, получается, что когда они сюда приехали бы, они делали бы документы, и еще такую же сумму зарабатывала бы Россия, и плюс через месяц они бы фактически уже начали отправлять такие же суммы домой. Получается, за эти 2-3 месяца бюджет Таджикистана, можно сказать, там или Таджикистанский потеряет около 400 миллионов долларов, если не больше. Скажите, пожалуйста, вы обладаете какой-то информацией, сколько людей так и не смогли добраться до Москвы? Ну, как мы знаем, что это вот сезон, они фактически получаются от марта до мая, где-то опять же в районе 200-300 тысяч, но в данный момент десятки тысяч, можно сказать, что они приобрели билет, как бы заранее у нас, потому что билет, она подражает почти двойную сумму, да, у нас там, поэтому люди стараются заранее уже, как бы, все приобрести, и я считаю, что то, что им не возвращает полные суммы, это считается как-то неправильно, как бы, дожди. Господин Юров, а скажите, пожалуйста, а что теперь будет со всеми этими людьми? Как они смогут прокормить свои семьи в условиях вот этой изоляции? Это большая проблема, но, опять же, мы надеемся на то, что в каждой семье, может быть, там в России кто-то есть и постарается помочь, поддержать всю семью, да, как бы, всех родственников, если у кого-то есть в России, там постараются. У нас это взаимодействие хорошо есть, работает, поэтому я думаю, что, несмотря на то, что сейчас главную роль играют деньги, но я думаю, что человечность, родственные связи, как бы, станут вверх, как бы, того, что сейчас все, выше всех ставят деньги. Хорошо, а как вы думаете, и вообще обладаете ли вы этой информацией, не идет ли пока речь в Москве о том, чтобы открыть границы для трудовых мигрантов? Может быть, какой-то зеленый коридор? В Москве сейчас закрываются крупные объекты, это же, в основном, наши мигранты работают в строительной сфере, да, там, ЖКХ или что-то. Хочу сказать, что если они закрываются, поэтому сейчас мигранты, как бы, таковы не нужны. И те, которые здесь, и то останутся без работы, в основном, будут те, которые работают в сфере торговли, там, обслуживания, те места уже заняты. Поэтому можно сказать, что сейчас Москва не нуждается в рабочей силе. Но со временем, может быть, через месяц-полторы-два, может быть. Но для этого же надо что-то придумать, либо по приезду, или там в стране исхода мигрантов проверить на наличие болезни, потом пустить там. И если кто-то заболеет, тогда будет нести ответственность там страна исхода, если на себя возьмет такие риски и будет отвечать там за своих граждан. Поэтому в данный момент Москва сам... Сегодня я посмотрел, даже как будто выходной день, поэтому все пусто. Поэтому я думаю, что Москва сейчас, в данный момент, не нуждается в рабочей силу. Совсем немного времени остается. Экономический кризис, видимо, неминуем. Что должен предпринять Таджикистан, чтобы не допустить коллапса своей экономики? У нас буквально полминуты. Чтобы не допустить, нужно, чтобы монополисты, которые в Таджикистане у нас управляют всем торговлем, умерли их аппетит, и правительство это может делать. И для этого, может быть, нужно будет единовременнее помощь, или каждый месяц помочь людям, хотя бы с тем условием, что они со временем будут возвращать деньги на потраченные продукты. И у нас есть госзапас, если они могут его использовать. Да, господин Веров, да. Большое спасибо, я вас понял. Всего доброго и до свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Узбекистанцы в сопредельных странах, людей, которые желают вернуться на родину, просят обращаться в дипломатические миссии по месту проживания. Посольство и консульство Узбекистана сейчас работает над организацией чартерных авиарейсов для их возврата. Уход в самоизоляцию. В Кыргызстане закрывают все большие кафе и рестораны. В магазинах теперь должны находиться не более 10 покупателей одновременно. В столице введен режим повышенной готовности. Власти страны обещают ввести чрезвычайное положение, при первом выявлении заражения коронавирусом. Пока же Кыргызстан остается в числе немногих государств мира, где официально не зарегистрирован ни один случай. Дарья Тимофеева продолжит. На время пандемии туристические слоганы позабыты. Кыргызстан уже не рекламирует свою бесконечную уникальность, а закрывает границы для всех иностранцев. Гражданам страны, напротив, все труднее выехать. Отменены многие рейсы 10 авиакомпаний. Железнодорожное сообщение с Россией на время прекращено. В Бишкеке введен режим повышенной готовности. Чиновники в сопровождении внушительных свит продолжают рассказывать о необходимости избегать столпотворений. Сегодня мэр Бишкека провел разъяснение в интернет-клубе. Карантин объявлен для того, чтобы сидеть дома. Мы могли бы заставить всех учиться, но на сегодняшний день дети по поручению президента мы объявили карантин для того, чтобы вы были в безопасности. Безопасность только дома была. Прогулялся городоначальник и по рынку. Режим работы базаров, к слову, пока не ясен. Если в магазинах количество покупателей ограничили до 10, то как будут их контролировать на рынках, в правительстве подробно не рассказали. Решением Кабмина закрывают все кафе вместимостью больше 50 человек. За проведение массовых торжеств к ответственности привлекут как владельцев ресторанов, так и организаторов праздника. Мы закрылись еще накануне. Сейчас во всем мире очень неблагоприятная ситуация. Нам тоже важно, чтобы народ был здоров. Конечно, для нас есть экономические последствия. У нас кредиты, налоги нужно платить, но правительство обещало эти вопросы решить. Кабмина сегодня озвучили возможность введения налоговых каникул, отсрочки выплаты кредитов и предоставления другой поддержки бизнеса. Владелец кинотеатра, после запрета люди не ходят, но у него при этом есть кредитные обязательства, то есть в индивидуальном порядке с банками будут прорабатывать. До этого национальным банкам уже принималось решение о том, чтобы не начислялись пени, штрафы за просрочку. Поэтому такое решение, как только будет принято, я думаю, что вице-премьер Асрандиев об этом скажет. То есть конкретно механизмы поддержки наших предпринимателей. По предварительным расчетам, потери бюджета составят около 28 миллиардов сомов или более 380 миллионов долларов. Минфин Кыргызстана обещает без задержек выплачивать пособия, пенсии и зарплаты бюджетникам. Между тем, в Кабмине говорят о необходимости затягивать пояса и сокращать расходы. Бишкекская мэрия, например, обещает отказаться от покупки часов на 16 тысяч долларов для заслуженных работников. Дарья Тимофеева, Самат Алыжбаев, Настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек. За последние сутки в мире коронавирусом заболели еще около 14 тысяч человек. В сумме это порядка 180 тысяч. Почти 4% из них умерли. Новые случаи зафиксированы еще в четырех странах. В итоге карта заражения COVID-19 охватила 151 страну. Последние новости у Джебек Бегалиевой. Кадры километровых очередей за продуктами в эти дни приходят из разных стран. Вот так стояли в очереди за продуктами жители Парижа на этих выходных. А уже сегодня Франция ушла в полную изоляцию. За последние 24 часа там заболели еще 1200 человек. Почти 150 умерли. Границы некоторых европейских стран сейчас закрыты. Испанские полицейские разворачивают машину Джакома Сильвы, который едет из Португалии. Вместе с семьей он собирался вернуться во Францию, где он жил последние 54 года. Это неправильно, потому что мы живем во Франции. У нас есть семья, у нас есть проблемы со здоровьем, и нам нужно следить за ним. У нас назначены визиты к врачам. Мы все это пропустим. В Португалии у нас даже нет семейного врача. Испания и Португалия накануне договорились о закрытии общей границы. Первые случаи COVID-19 в Испании были зафиксированы после вспышки коронавируса в Италии. Однако сейчас Испания входит в пятерку стран по наибольшему количеству зараженных новым коронавирусом. Это почти 1700 новых случаев за последние сутки и почти 10 тысяч инфицированных в общем. В Италии ситуация еще хуже. Там примерно в два раза больше новых случаев за сутки и 350 смертей от COVID-19. Всего в мире есть уже 15 стран, где количество случаев заболевания превысило одну тысячу. Китайские эксперты, которые работали в эпицентре вируса, считают, что один из способов сократить количество заражений – повсеместное использование тестов. Тестирование, тестирование и еще раз тестирование. Всякий раз, когда у вас нет возможности провести тестирование, я имею в виду тест на COVID-19, вы никогда не знаете, кто является носителем, а кто пациентом. И вы никогда не знаете, кого следует изолировать и кто имел близкий контакт с ним. Помимо тестирования, я просто не знаю, какие еще способы есть для определения подозрительных случаев. Еще один важный момент, по мнению эксперта, своевременная изоляция тех, кто заразился новым коронавирусом. По моему мнению, главная точка переломного момента заключается в том, что когда у вас есть возможность изолировать всех подозреваемых пациентов и установить тесные контакты. Это было, например, переломным моментом во время вспышки здесь, в Ухане и в Хубей. Тем временем китайский Ухань покинули 43 медика, которые в числе первых приехали на место вспышки вируса. Врачи прибыли в Ухань 4 февраля и за это время вылечили более 1200 пациентов. Госпиталь, в котором работали эти бригады, отметился нулевой смертностью и полным отсутствием заражения среди персонала. Всего в эту провинцию власти Китая направили примерно 42 тысячи медработников. Сейчас своим опытом китайцы готовы делиться с остальным миром. Чебек Бегалеева, Саматал Жбаев, Настоящее время, Азия. В Афганистане из карантина сбежали 38 человек. Все они находились в... Госпиталь на департамент здравоохранения сообщает, что среди беглецов один пациент с подтвержденным диагнозом. Он выходит из центральной провинции Дайкунди. Сообщается, что нарушители карантина вступили в конфликт с медицинским персоналом, оказали сопротивление. Врачам покинули госпиталь. Полиция, дежурившая у входа в медучреждение, не удалось остановить беглецов. На данный момент официальное число инфицированных COVID-19 в Афганистане 22 человека. Большая их часть недавно вернулась из Ирана. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Всего доброго. До встречи. Путин еще на 12 лет. Я не себя боюсь, особо не сойду. Почему в Крыму закрашивают муралы с президентом России? Негативно относятся к Путину и негативно относятся к всей этой афере с аннексией Крыма. Днепровская вода для Крыма. Ну, в общем, мозги начнут работать, то, конечно, надо давно подавать воду. Хватает или нет воды полуострову? Смотрите «Крымреали» в эфире телеканала «Настоящее время». Знакомьтесь, это Татьяна Иваницкая и Алексей Казаков, основатели мастерской «Тихая форма». Ассортимент у «Тихой формы» широкий, от вас до небольших чашек. Нам всегда нравилось создавать простые вещи собственными руками и передавать в новый дом наши изделия. Что заставило предпринимателей бросить прибыльную работу ради неизвестности? Каких подводных камней стоит остерегаться в бизнесе на керамике? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова